Матфея 24 глава с 1 по 2 стих Когда дом из храма Господь показал, что он намерен удалиться от иудеев, и как сказал, оставляется дом ваш пуст, так и поступает он. Предсказывает ученикам о разрушении храма, потому что они, мысляя о земном, удивлялись красоте зданий и как бы показывали Христу, смотри, какое красивое здание ты оставляешь пустым. Дабы удалить их от привязанности к земному и привезти к горнему Иерусалиму, он говорит Неприлично вам удивляться сему тленному зданию, как чему-то великому, а нужно обращать взор свой к небесному и того желать. Кроме всего, он указывает и на чувственное разрушение храма, когда употребляет такой усиленный образ выражения. Встретил по 13 стих Когда же сидел он на горе Лионской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прелестят. Так же услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняться многие, и друг друга будут предавать, и возненавидя друг друга, и многие лжепророки восстанут, и плестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевшись же до конца спасется. Толкование Господь говорит о войнах римлян против Иерусалима, и говорит, что не только будут войны, но и глады, и язвы, показывая тем, что иудеев постигнет Божий гнев. Ибо быть может, кто-нибудь сказал бы, что войны происходят от жестокости людской, но голод и язвы действительно не происходят ни от кого, кроме Бога. Потом, дабы ученики не подумали, что прежде чем они успеют совершить дело проповедования, кончится существование мира. Господь говорит, не ужасайтесь, ибо это еще и кончина, и с падением Иерусалима еще не наступит всеобщий конец. Как рождающийся подвергается болезням, и в болезнях рождая, так и настоящий век после волнений и войн родит грядущий конец. Предсказывает ученикам будущие бедствия, желая ободрить их предсказаниям, потому что неожиданность обыкновенно устрашает и смущает. Посему Господь уменьшает будущий страх, предсказывая о будущих бедствиях, о зависти, враждах, соблазнах, лжепророков, которые суть причечи антихриста, Имеющие соблазнить многих до такой степени, что склонят их на всякие беззакония. По причине умножения беззакония коварством антихриста люди сделаются столь звероподобными, Что не сохранят к самым близким нисколько любви, а будут предавать друг друга. Но тот, кто устоит до конца, терпеливо перенесет все и не уступит напору зла, тот спасется, как воин добрый на брани. Толкование закончилось. Комментарий Игнатия Лапкина. Дело проповеди – это основа снов и выше всего, что есть на земле. Проповедь рождает новых част церкви, которые потом будут участвовать и в богослужении. Нигде ни в одном месте Библии нет того намека, что души будут возрождаться во время богослужения, во время литургии. Богослужения – это для уже обращенных ко Христу. Проповедники будут нести Слово Божие и при Антихристе, возвещая скорое пришествие Иисуса на землю. Заканчивая земное поприще, уже воскресший Господь заповедует ученикам находиться в столице Израиля и ждать обещанного Духа Святого. Третье лицо Святой Троицы. Труд Духа Святого многогранен и животворящий. Но Господь Христос при расставании говорит только об одной стороне деятельности, утешители, о вдохновении и о силе, о разуме и крепости, о знании и неутомимости, которые Он дарует для проповеди. Деяние 1 глава 4-8 стих. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Спаситель, Сын, Преснадея Марии, ни разу и нигде не говорит о той роли богослужения и даже литургии, какую предают Ему сегодняшние треба исполнителей. Христос обещал облагодатствовать послушных Ему, даровать благодать, и это непременно должно было исполниться. В день Пятидесятницы, день основания Церкви Христа на земле, день шошествия Духа Святого, Дух Святой проявил себя именно в проповеди Евангелия через апостолов. В проповеди, а не в богослужении, не в таинствах, куда сегодня произвели абсолютно недопустимый перекос. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Деяние 4 глава, 33 стих. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Святые отцы истолковали свойства благодати и объясняют ее как бы через рассматривание трех ступеней. 1. Вначале благодать призывающая. Проповедь через апостолов, их преемников. Проповедь до конца вселенной. До последнего дня. До последнего поворота земли. Проповедь призывающая к покаянию, к следованию за Иисусом Назереем. 1. Которого отныне уже не знаем по плоти. 2. Коринфянам, 5 глава, 16 стих. 2. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 2. Этой благодатью призывающий Дух Святой осенил в огненных языках выразившись во вселенской проповеди апостолов. 2. Марка, 1 глава, 15 стих. 3. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проповедь заключалась в убеждении людей принять Христа как Спасителя, умершего за грехи каждого человека, ставшего жертвой за наши грехи, и в приведении людей к окрещению через покаяние. 3. Деяние, 8 глава, 36 по 39 стих. 4. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евну сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Веруй, что Иисус Христос есть Сын Божий». 5. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. 6. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень. 7. И Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. 7. Благодать, призывающая на первой ступени, требовала от покаляющихся Христу неимоверных усилий сломить сопротивление языческого мира. 8. Эта благодать искала вместительные сосуды с глубокими знаниями Писания, каким был иудейский раввин Савл. 9. На второй ступени действует благодать обращающая, где от человека ничего не зависит, кроме молитвы и личного примера жизни. 1. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Обратится ли человек от проповеди, даст ли семя росток, коснется ли Господь через проповедь Духом Святым, сердца слушателя, 2. Это зависит только от благодати обращающей, говорит Феофан Затворник. 3. И на третьей ступени мы видим величественные храмы, купола, сомы архиереев и священников. Это таинство, благословение, богослужение, все служащее ко спасению и утверждению. Это та самая гостиница, в которую добрый самарянин отдает израненных бесами. 4. В этой гостинице есть те, кому доверены два динария – Ветхий и Новый Завет. 5. Вся беда, горе, преступление, которое совершилось за тысячелетия в церкви, совершилось именно на этой ступени, потому что первые две были разрушены и преданы забвению. 6. И заключается это в том, что без проповеди, без благодати призывающей, без встречи со Христом, без обращения от прежней тьмы и заблуждений к Свету Евангелия, без благодати обращающей, без соделывания христианами, всю силу, энергию, упор, все старания, все искусство посвятили третьей ступени – благодати освящающей. 7. И такая деятельность почти всех пастырей на третьей ступени – есть страшное извращение сути и смысла благоествования Христова. 8. Все, что делается в храмах, должно делаться с искренне верующими, рожденными свыше, а благодетствованы благодатью призывающей и благодатью обращающей. 9. Сегодняшняя деятельность пастырей, работа с невозрожденными душами – есть вселенская ложь и антихристианство. 10. Страшный обман и языческое заблуждение. Начиная от самого низшего до патриарха, этим поражена вся церковь. 10. У сектантов, у всех до единого, у всех протестантов дело обстоит иначе, но нисколько не лучше. 11. У них исключительно хорошо поставлена работа на первой ступени – проповедь, распространение миллионов Евангелий, Библия – это Божье дело. 11. И благодать касается сердец слушающих. Люди обращаются от греха, призывая в молитвах Святую Троицу. 12. Они признают, что Иисус умер за них, пролил за каждого из них свою причистую кровь. 13. Они любят Христа и Библию и жертвуют за это подчас своей жизнью. 14. У них призабильно присутствует благодать призывающая. 15. 1 Кориффина, 12 глава, 30 стих. 16. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 16. Луки, 9 глава, 50 стих. 17. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. 17. Благодать обращающая касается сердец людей, и они каются в грехах, дают обещание служить доброй совестью. 18. Но дальше они не идут. У них нет закона рукоположенного священства, хератонии, идущего неразрывно от святых апостолов. 18. И поэтому все их пастыри недействительны. 19. Они прекрасные проповедники, но не священники. 19. Они не могут преподать таинство истинного благословения. 19. Титул 1 глава, 5 стих. 20. Для того я оставил тебя в Критии, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе и приказывал. 21. 1 Тимофеев 4 глава, 14 стих. 21. Не ради, а пребывающего в тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук в священство. 22. Деяние 14 глава, 25 стих. 22. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали Господу, в Которого веровали. 23. Евреям 7 глава, 7 стих. 23. Без всякого же прикословия, меньше благословляется больше. 24. О, если бы в православии появились эти первые две ступени благодати. 25. О, если бы у сектантов появилась третья ступень благодати. 26. Комментарии закончились. 27. Ну, тут что сказать. Это, конечно, большой очень комментарий. 28. Все-таки прошло уже 10 лет, как книги были написаны. 28. Спрашивай ты, какой результат? 29. Вот о результатах-то как раз и не дано заботиться. 29. Вот если мы сейчас поговорим конкретно с апостолом. 29. Ты проповедовал там, где были образованы общины. 29. Какой результат? 29. Там мусульманство, язычество. 30. Были вселенские соборы. 30. Мы теперь к отцам святым обратились бы и спросили, а какой результат? 31. На сегодняшний день. 31. Да не то, что нулевой, а отрицательный. 31. Там ни одного христианина нету. 31. Там ненависть к христианству от мусульман. 31. Там другие народы живут совсем. 31. Поэтому нам главная задача быть верным Господу. 31. А уже что за этим будет? Как? 31. Главное оказаться исполнителем воли Божией. 31. Вот вчера у нас занятия были о богослужении. 31. Сегодня у нас 9 сентября, 13-го года, понедельник. 31. И там один человек дает совет. 31. Но что сказал о богослужении? 31. Вот если бы это епископам послать. 31. Я посылал епископам эти книги, в которых все это написано. Они же не в одном экземпляре. 344 города, районы центра. Здесь дальние и ближние зарубежья. Посылали мы по запросу книги эти. То есть кое-где известно это. Кроме того, я издавал в общем тиражом 150 тысяч экземпляров. Вот эти листки отдельные, из которых составилась книга к истинному православию. А что изменилось? А что изменилось? Мир как действовал, так и действует. Нам быть верными. Вот сейчас готовится война с Сирией. Иные понимают, что это может быть начало третьей мировой войны. Предупреждают. Америка набрала силу. Долбят любого, кто слабее ее. Ну представьте, вот идет спортсмен, мастер по боксу. И идет ученик первый класс, первый день. А он его сбивает, топчет, бьет, пинает. Дальше остатки, что осталось, истоптал. Забросил к родителям. И начинает себя оправдывать. Потому что он не знает, куда силу деть. Вот это действие сильного государства по отношению слабого. Но ведь проповедуется же в Америке. Проповедуется. И Обама неверующий, никто не скажет. И до него были верующие. И Трумэн был верующий. Атомные бомбы на кого падали? Ну а что меняется? За это время издано сотни миллионов Библий. Новых Заветов. Там не знаю даже количества. Это речь идет о сотнях миллионов. И что изменилось? Так же блудят, так же воруют. Коррупция все поражает. Такая же несправедливость. Ну и солнце светит. Но грязные места остаются. Понятно. Господь так сделал. Когда задумаешься, все вокруг наполнено микробами. Микробами, притом неположительными. Заразными, инфекционными. Везде. Туберкулезные там эти палочки. Коха перечисляют. И конца края нет. Но у человека есть защитные средства. И не одно. Не только вот эта кожа. А еще предупредительные тут волоски. Но что еще под кожей? Ранение какое-то. Или в нос попадает воздух, волосинки, слизь, задерживает пыль, микробы. То есть Господь многослойную защиту поставил. И даже еще, если вовнутрь попадет микроб, зараза, там эти кровяные тельца сильно, там считаешь, голова кругом идет. И побеждает. Господь, а можно было бы без этих сделанных? Зачем тебе спрашивать? Акт творения уже совершен. Вот это блуждание ума, это пустословие, вот это все в изъявительном оклонении, а если бы? Уже творение совершилось. Бог запустил машину, историю человеческого общества. А теперь себя определяю, где твое место. Вот спрашивает меня вчера один брат. А вот как узнать, имею я Духа Святого или нет? Или мне это другой должен сказать, живу я духовно или нет? Как тебе ответить-то? Ты себя вчерашнего знаешь и сегодняшнего? Как ты относишься к молитве? Определители есть, отношение к молитве. Как ты к молитве относишься? Тяга у тебя к этому есть? К разговору с Богом. Есть ли у тебя тяга слушать, что Бог скажет, читать Слово Божие? Это главные определители. И далее вокруг себя посмотри. Все, что есть в этом мире, все тебя касается. Не так, что там воюет в Сирии, меня не касается. А ты молись о умерении сердец. Не так, что был правитель Горбачев, ушел, но он живой еще. Я спрашиваю, а ты молишься за него, чтобы он обратился к Богу? А что я за него буду молиться? А за кого ты молишься? Ну один говорит, я за патриарха Кирилла. Я говорю, а за старообрядческого Корнилия молишься? Нет. А у старообрядцев еще есть Новозыпковский, патриарх Александр. А за Папу Франциска молишься? Так это же католики. Ну а который ушел в Венедикт, он живой. Ты молишься? Нет. Я всегда молюсь. У меня побуждение внутреннее. Ты сам себя определи. Посмотри. Вот то пояснение, которое я даю, комментарии здесь, о трех ступенях обращения, ведущих ко спасению, о благодати. Благодать трех видов. Это призывающие, обращающие и освящающие. Но это откровение для многих людей. Разбирая действительно так. Ну а вы прошли эти ступени или нет? Или бабушка водила за руку в храм, ты привык там стоять и дальше так вот сделался верующим. А тебя и дети верующие. Сам ты пережил встречу со Христом. Вот посмотрите, Савл идет. У него ревности было, хватило бы, говорят, на десятки людей. А какое у него было рождение? Рождение от фарисея. От фарисея в фарисеи. И он это признавал. По правде законы непорочны. А кто ему это говорил? Совесть его и люди. Он не нарушал ни одной заповеди, десятисловия. Он не нарушал ни одной из 613 заповедей закона. Он знал, как себя вести в храме, какую приносить жертву, когда, какой праздник. Ну ты кто? Баптист, православный, себя определи. Ну я православный, конечно. Ну а почему в воскресенье работаешь? Православный, а бороду бреешь. Я просто спрашиваю тебя, на что это так важно? Но ты сначала ответь, а потом важно или не важно. У тебя ответа нет никакого. Ты сразу начинаешь уже ко мне вопросы гнать. Важно, не важно, я определил. Для меня важно, а ты определил не важно. Почему важно, ты спросишь меня? Потому что моя совесть подсказывает. Христос был с бородою. А пророки с бородой, Моисея с бородой. Все с бородой было. Безбороды, которые были, Давид даже не пустил в земной Иерусалим. Сидеть в проклятом городе Иерихоне, пока отрастут бороды. Мне это понятно. Апостолы были с бородами, святые отцы с бородами, на иконах все с бородами. Я не по стихии мирой жить хочу. Ну а ты теперь объясни, почему ты без бороды? А что так важно? Ну ты это уже говорил, это повторение пошло. Я спрашиваю, почему ты бороду бреешь, искажаешь образ, данный Богом, отличающий тебя от женщины? Она не растет и вдруг начинает расти. Ты знаешь, волосы, они не спасают, но они есть и даны для чего-то. То ли волосы на голове есть, или голый череп, который обезображивает человека. Ну а что это важно? Он не может выйти из этого. Я понял, что вот это и есть тихая одержимость бесовская. В мозге отсутствует. Манкурт. Ты скажи, что все так. Я не хочу, чтобы меня тыкали пальцем, что ты бородой зарос, как тебя жена до себя допускает. А вон в чем дело. То есть бородобритие это блудодейная ересь. Говорил протопоп Аввакум. Тебе недостаточно того, что сказано? Что у человека должен быть пояс. Почему ты без пояса ходишь? А что это важно? Веревочка разве спасает? Он опять те же слова говорит. У него ничего больше нет. Для меня это важно, потому что сто четыре раза, сто четыре раза, как глухонимые говорят, говорится о поясе. С поясом были пророки, был Давид, Иоанн Христитель, апостолы, с поясом Христос, апостол Павел, чей этот пояс, того свяжут. Пробудил ангел Петра в темнице. Обуйся, опояшься. Зачем опоясывать? Скорее в двери добежать на свободу. Опояшься. Без пояса ты не нужен там на свободе. Ну маленько вникните в это один раз-то. Так почему ты не носишь пояс? Я ношу, потому что пояс символизирует истину. Припояшься с истиной. Как ты будешь думать об истине, когда ты в оригинале не знаешь, что такое припоясание? В армии с поясами, с ремнями. В армии Жуков с ремнем. Ну ты видел где? Лев Толстой стоит рука, вот как за... Все картины Сурикова, Поленова, Репина. Ну посмотри, все с поясами. В брюки заправлять это немецкая форма. Тебе трудно пояс надеть? Вот даже у нас по Теряевке в уставе это введено, сколько здесь было противления. Значит он бьется за распоясан. А распоясан это хулиган. И так в любом месте. Проверь, Дух Святой действует тебе или нет. Вот тебе исполнение Духом Святым. По любому вопросу. Порядок в храме есть установлен. А он с малых лет уже. А я не зайду, я не туда не стану. Куда тебя поставили? Там и стой, запомни твое место. В армии поставили, в строй, запомни. По росту, по ранжиру. В администрации, кабинет для главы администрации, там его рядом помощники, первые заместители, президенты. Везде порядок. Почему ты думаешь, что в церкви не должно быть порядка? Тебе указано, где стоять. Где быть священнику, где быть епископу. Это Дух Святой установил порядок. Всякая власть от Бога. Власть мужа над женою. Жена все время противоречит, умничает над мужем. Это разве от Бога? Если она крещена Духом Святым, исполнена, она никогда не будет противоречить. Женам учить не позволяю. Баптистам, женщинам, девушки стоят, проповедуют и все без платка. Почему без платка-то? А что эта тряпка спасает? Заметьте, они не православные, а отвечают теми же словами. Я знаю, значит, учителя один. Что тут не понимать-то? Но есть разница. Вот собака. Вот она стоит. Я специально ее беру, потому что ее отравить пытались. Мы едва ее отпоили. И приходится держать ее в комнате теперь или в стенях на ночь. И это кто делает? Тот, кто вчера был верующим. Он отступил от Бога. Я знаю, что сатана берет всем злейших. И последнее для человека бывает хуже первого. Это котенок-то испугался. Нет, я сейчас чуть отвлекусь. Белый, иди сюда, иди ко мне. Белый. Где он, Белый? Ну-ка. Иди скорее. Ну-ка, иди. Иди скорее. Где он у меня? Ну-ка. Ну-ка, иди сюда. Где он, Белый? Белый. Вот даже за ним и то надо поухаживать. Ох, ушел совсем. Ушел и с концом спрятался. Матери нету. Он собачки боится, еще очень маленький. А что из этого? Вывод такой, что мы боимся того, кто выше нас, от кого исходит опасность. Мы это принимаем, это страх от Господа. Почему Бога-то не боишься? Вот тебе пример. Маленький котенок, он спрятался, чтобы не пострадать. Потому что мать и бабка ушли утром на охоту. Они придут с мышами. Ну, возьми даже пример собаки. Вот он пришел. Да мой хорошенький. Ну, иди скорее сюда. Иди. Иди, вот так. Он его не видит, что он здесь. Давай, посиди здесь. Вот он где. Ну, вот он где. Увидал его. Ну. Его надо привычить, чтобы не боялся. Это наш. Наш шарик. Вот они какие хорошие у меня. Надо подружиться. Ты маленький. Будешь сильный, смелый. Он будет тебя бояться. Вот. Даже с животным-то. И надо привычать, говорить. Людей не привычают. Ни к чему. Они не знают. И никто не подрезает себе уши. Вот у него длинные усы. Это антенны. Чтобы он в темноте, он почувствовал, где мышка. У него нюх-то слабый. А собаки нюх. Изучать природу надо. Природу души человеческой. Ничего этого нету. Спят. Сейчас время еще шести утра нету. Мы совершили утреннее правило. Сто поклонов, как всегда. Помолились. И теперь занимаемся Словом Божиим. Вот он как. Он успокоился. Вот так душа, которая имеет над собой высшее покровительство с Богом. Она спокойна. Рожден ты или не рожден от Бога, легко понять. В кого-то уверовал. Где твои грехи? Куда тебе побуждение главное? Ну. Вот я просто на примере показываю на маленьких животных, которые в комнате. Придумали, что если собака в комнате и святые иконы, иконы, то все. Это беда. И ангел-хранитель покинет этот дом. Это все выдумки. Стави там ходила собака, ангел рядом Рафаил. Ну, везде надо рассуждать. Человек, имеющий Духа Святого, мысли свои сообразует с Духом Святым. Какие мысли знает Дух Святой? Это себя не определяет человек. Когда говоришь о талантах, начинают. А у меня никакого таланта нет. Но сейчас ты разговаривал со мной. Ты понимаешь, что говорил? У тебя нет таланта. Ты до смысла дошел? У тебя уже талант разумеет слова. Теперь разумею их во всем. Так. Далее считаем. Давай сюда. Сегодня у нас Виктора нет дома. Приходится держать аппаратуру. Мне передавать брату Владимиру Пащенко. Вот он считает. Новый завет. Толкование блаженного феофилакта. Ну и мои комментарии. 297. Смысл комментариев о том, что нужно Слово Божие считать и проповедовать. Всем благовестникам. Больше ничего я не говорю. Попы летуют на эти мои комментарии. Ужасно. Как? Даже сжигают книги. Ну а пусть они опровергнут по Слову Божию. Что тут сказано не по Слову Божию? Пожалуйста. Далее. Матфея 24 глава с 15 по 18 стих. Итак. Когда вы видите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Толкование. Мерзостью запустения называют изображение повелителя, овладевшего Иерусалимом. Ибо он поставил свою статую в неприступном святилище храма. Запустение говорит потому, что град был опустушен. А мерзость, потому что иудеи, гнушаясь идолопоклонством, считали и изображение человеческой мерзостью. Имея в виду неизбежность великих бедствий, Господь говорит, что нужно тогда убегать, не обращаясь назад, не помышляя ни о чем, находящемся в домах, ни об одежде, ни о другой утвари. А некоторые под мерзостью запустения разумеют Антихриста, так как он будет опустошать мир, разрушать церкви и сам воссядет в храме. Они понимают это место так. Тот, кто находится на кровле, то есть на высоте добродетелей, да не сходит с высоты их, чтобы взять то, что принадлежит телу, так как в доме души есть тело. Нужно удалиться из поля, то есть от земного, так как в поле есть жизнь мирская. И не брать из него одежды, то есть древней злобы, к которой мы совлеклись. С 19 по 22 стих. Горе же беременным и питающимся отцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, как он не был от начала мира до ныне и ныне. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Толкование. Горе говорит женам, имеющим вот в утробе, потому что они не могут бежать, будучи обременны чажестью чрева и питающиеся сами детей. По состраданию к ним, не будучи в состоянии ни самими идти, ни их нести, и с ними спастись, погибнут вместе с ними. Или Христос указывает здесь на женщину, съевшую собственное дитя. Ибо Иосиф Флавий повествует, что во время голода, усиливавшуюся при осаде, одна женщина изжарила дитя свое и съела. В лице апостолов Господь говорит это иудеям, потому что апостолы, прежде всего несчастья, вышли из Иерусалима. Он внушает иудеям молиться, что в бегстве не случилось ни зимою, ибо по неудобству зимнего времени трудно бежать, ни в субботу, так как закон предписывал ничего не делать в субботу, и никто не дерзнул бы бежать в это время. А ты, разумея, это и так. Нужно молиться, чтоб не случился выход наш из этой жизни, то есть смерть, не в субботу, то есть когда мы не делаем добрых дел, не зимой, который означает бесплодие добра, но в тишине благих духовных дел и в удалении от малы житейской. Тогда была скорбь невыносимая. Римским воинам приказано было не щадить никого, но Бог, ради имевших уверовать или уже уверовавших, не допустил совершенное истребление народа. Он сократил скорби его и войну, ибо если бы война продолжилась, то все, находящиеся внутри города, погибли от голода. Некоторые же разумеют это и о времени Антихриста, но здесь речь не об Антихристе, а о разорении Иерусалима. Об Антихристе же с сына погибели начинается с следующего места. Итак, слушай. Матфея 24, глава 23 по 25 стих. «Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут уже Христы и уже пророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам толкование. Так как ученики предположили два вопроса о разорении Иерусалима и о пришествии Господа, то Господь, сказавший о разорении Иерусалима, теперь начинает речь о своем пришествии и окончании мира. Слово «тогда» означает не то, что точность по разорению Иерусалима, но вообще означает время, в котором случится это. Оно указывает на то, что когда придет Антихрист, будет много лжи Христов и лжи Пророков, которые хитростью дьявольскую будут представлять предачами зрителей такие явления, что некоторых оборстят, да и самые праведники, если не будут всегда трезвенны, могут обмануться. Я вам наперед сказал об этом. И потому вы не будете иметь извинения, ибо можете сохраниться от обольщения. С 26 по 28 стих. Ну все, довольны на сегодня. Я хочу показать, вот смотри, вот как они ведут себя осторожно. Она прошла мимо, и он ее не тронул, не облавил. Этот сразу осмелел, никуда не прячется. Вот если у людей есть такая защита, Господь сравнивает это, говорит, священников, это псы, жадные душою, немогущие лаять. Это относится и к кошкам. Она охраняет тебя от всего ненужного, от грехов, охраняет тебя истинный пастырь, священник. Ну можно как-то выводы какие-то сделать для себя. Примеры брать. Посмотрите, Господь говорит, на птицы небесные. Хочу на них смотреть-то. Они не сеют, не жнут. Тут у нас летают стаи грачей, тысячные. То есть не сеют, не жнут. А у нас только забота о том, каков рожай на следующий год. Вчера батюшка приехал и рассказывает, дорога с трассы Барновол-Мамонтова от Подстепной до Потеряевки здесь. Не Потеряевки, а там, ну, до железной дороги-то. Выправлено. И когда ехали они, встретился Евгений Долгов, он фермер. У него 6400 гектаров земли. Ну, он в прошлый раз был, да, надеюсь, здесь день деревни, кажется, был. Ну, и я ему говорю, ты, Женя, знаешь такого-то на Украине там, большой человек, он сельское хозяйство там ведет, и он там и дороги, и все сделал. Ты бы тоже с дорогами-то занялся здесь. Ну, вот прошло сколько времени, он уже дороги выправил, и там, и трубы, где надо, заложил. И говорит, со мной это Игнатий Тихонович поговорил, и вот я решил тут сделать. И батюшка смеется. Видите, силу имеет какое слово. А у них кто не член нашей общины, а просто очень хороший, добрый человек. Вот с ним поговорили, у него столько гектаров земли. Я говорю, ты же не хотел бы это доброе дело-то сделать? Ну, конечно. А ты знаешь, что я держу голубей. Ну, ну, а мне кормить-то их чем-то надо. У меня три голубятни, сейчас я еще внучатки здесь живут, и чтобы дети ухаживали за голубями, у них там сделали. Тоже где-то 12 голубей. Ты бы мог полгектара-то из этих отцепить мне, посвятить-то. А почему нет? Ну, я говорю, сделай гектар тогда. И как здесь? Вырастет пшеница на моем гектаре, ты ее сюда привезешь. Хорошо, но сейчас жду, выполнить нет. Я думаю, отдать нашему фермеру эту пшеницу, а такого же объема взять отходы там, когда они просеивают и все остальное, уже готовое, чтобы было. Вот. Вот, смотри, наш шарик успокоился, и все нормально. Видишь, как он смотрит? Потому что красную вот эту кошку-то, она хозяйка всего здесь, бабушка маленькому. Она жива. на него как харкни, хах, вот так вот интересно, и он сразу завяжет, убегает. А этот все еще опасается. Не знает, куда спасительный будет. Вот. Я их кормил тут в духовке, вот она полезла, белая. Белая это дочка вот этой красной. Назвать рыжая, а эта белая я не мудрствую в названиях. Вот так. У нас трехэтажные койки. Вот. Дядя Володя посчитал, сейчас залез заправлять койку. Некоторые покупают такие, а у нас все так сделано. На маленьком пространстве тут сколько, 15, сколько, 18 квадратов, столько людей могут ночевать, и каждая по ширине на два человека. Вот. Это только в одном месте, а вот еще и в другом месте точно так же. Ну, тут нет, точно та же три. Вот этот первый этаж это мой, на него никто не ложится, когда я уезжаю на зиму в Барнаул. Даже на маленьком пространстве можно многих людей принимать, заниматься. Ну, все на этом. Все. Шарика можно выводить уже на улицу. Давай, Володенька, выведи его. У него особое место у шарика есть. Ой, шарик ты, шарик. На тебя покушение было, чуть не отравили. Три дня его молоком парным отпаивали. Злодей стоит, злодеи. Голубей пытались отравить. Вчерашние бывшие верующие. Вот так.